Жители одной из многоэтажек в Караганде не могут отделаться от услуг клининговой компании, которая, по их мнению, убирает плохо подъезд. Оказалось, расторгнуть договор с сервисной службой не так-то просто. Что нужно знать, подписывая соглашение, чтобы не оказаться в заложниках у услугодателей, выясняла Людмила Батюшкина. Жители этого подъезда в центре Караганды недовольны работой клининговой компании, услугами которой пользуются четвертый год. Потом заходишь в подъезд с сыростью пахнет, потому что чрезмерно идет залив воды и больше ничего. Окна не моются, панели не вытираются. Соседи решили отказаться от услуг, но это оказалось не так просто. Сначала потребовали собрать подписи. Собрали, но оказалось не так. Нужно было на бланке, выданном фирме, и приложить копии квитанции об оплате. Я что, это как, теперь еще бухгалтерией должна заниматься? Хотя у них, наверное, на балансе в штате есть бухгалтер, который может это сверить, посмотреть, оплату и все. Как оказалось, все решения принимает только головной офис компании в Алматы. Мы же подписывали не с Алматой, а вот с ними. У них есть, значит, полномочия подписывать здесь договоры. Раз есть полномочия подписать, значит, можно и расторгнуть. В Карагандинском офисе нам тоже не смогли дать комментарий. В Алматинском ответили, что согласие на расторжение договора должны дать две трети жителей. И оплатить задолженности – около 40 тысяч. Эти условия прописаны в договоре. Два условия у нас для того, чтобы расторгнуть. Первое – люди должны сказать, что мы не хотим, и принести бланк с подписями. Второе – у нас обязательно условие, что подъезд должен погасить задолженность. Поставщики услуг действительно прописывают в договоре условия, выгодные для себя. Но право заключать или расторгать договор принадлежит клиентам, говорят юристы. С момента, как потребители составили протокол и уведомили компанию, можно считать, что отношения между жильцами и организацией прекращены. Взыскивать долги фирма может уже через суд. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.